Как политтехнолог, объясните, пожалуйста, вот эту историю с Гиркиным Стрелковым, который сказал о том, что якобы он тоже будет выдвигаться на пост президента России, что распугало даже самых его ближайших соратников, как мы видели по соцсетям. Там некоторые даже усомнились в том, правильно ли он препараты принимает, почему он пишет такие посты. Ну да, да, они так и дистанцировались, герои. Но я всегда говорил, что это публика такая, она не способна на самостоятельную третечку плавно. Это иллюзия считать, что они... А да, они занимают такую звериную позицию, где больше крови, и поэтому кажется, что они такие сильные и страшные. Но на самом деле этот такой типаж, это знаете, как такой шныр в уголовной среде, который других задирает, а потом за спину пахана прячется. Вот у него работа такая. Вот эти вот все патриоты российские, на подавляющих большинство, это такие шныри при власти. И мысль о том, чтобы пойти против власти, она их, конечно, они в обморок падают, просто пахана пойти. Вот. Но это вот их реакция, это последствия ликвидации пригожина? Они бы более активны были и уверены в своих силах, если бы не был сбит этот самолет? Ну, конечно, убийство пригожина их напугало. То есть они увидели, что Путин не шутит. Но оно же их от него и отвратило очень сильно. Если до сих пор они могли тешить себя иллюзиями, что Путин жесток лишь по отношению к врагам, врагам отечества, так сказать, украинцам, навальнистам, национал-предателям, то по отношению к настоящим русским патриотам он справедлив, он отец родной, так сказать. А убийство пригожина показало, что для Путина на самом деле нет разницы, ты там Навальный или ты патриот пригожин, который Бахмут брал. Если ты пошел против него, если ты его усомнился в его мудрости, если ты не отказываешься подчиняться его приказам, если у тебя есть свое мнение по поводу того, как служит Великая Россия, так он тебя уничтожит так же, как врага России. То есть для него на самом деле не Россия важна, а личная власть. Вот если ты можешь только с ним соглашаться и исполнять его приказания, а если у тебя свое мнение, так ты для него не отличаешься от врага, понимаете? Вот у них в этом смысле на него глаза вдруг открылись, то есть окончательные иллюзии рассеялись. Ну и тут же еще Арест Гиркина в этом же смысле, так сказать, сюда же, да? Почему Суровикина-то отпустили? Именно потому, что поскольку не нашли очевидных доказательств того, что он соучастник мятежа, а он и не мог быть соучастником мятежа, потому что такого мятежа не было, был кризис политический. Ну вернее, кризис, который вылился в мятеж, но Пригожин не ставил цели свергать Путину, свергать режим. Поэтому там не было заговора, там был кризис, связанный с неэффективным управлением системы, который Пригожин хотел сделать более эффективным. И поэтому выяснили, что не участвовал в этом заговоре, поскольку никакого заговора не было, этот Суровикин. И вот решили послать этому патриотичному сообществу сигнал. Он для них тоже персонаж в некотором смысле знаковый, конечно, не такой знаковый, как Гиркин или как Пригожин. Но, тем не менее, его в прошлом году раскрутили, медийно я имею в виду. И поэтому он для них фигура такая тоже знаковая. И вот Гремль решил, что надо показать этим ребятам, которые сейчас напряглись после смерти Пригожина и после ареста Гиркина, показать, что нет, Путин, вот смотрите, он справедлив. Он вот разобрался и отпустил. Ну, отпустил, но вчера с сайта Минобороны Российского его данные исчезли, и судьба дальнейшая неизвестна. Ну, понятно, но не надо думать, что Путин в борьбе за общественное мнение готов поступить в офисе. То есть, если ты начал падать, то есть все равно он был политически, он не виноват в восстании в этом, но он был политическим союзником Пригожина. И в этом смысле он для Путина неприемлем. Ну, поскольку напрямую он не восставал, и даже в ночь восстания, как известно, записывал видеообращение к Пригожину остановиться. Ну, то есть Путин решил... Как-то неуверенно он записывал, многие тогда обратили внимание. Но тем не менее он это сделал. Значит, то есть он продемонстрировал Путину, что для него лояльность Путину важнее отношения к Пригожину. И поэтому Путин решил, что да, он, конечно, гад, что с Пригожином якшался. Но, с другой стороны, в конце концов, а в чем его вина? Пригожин же я прислал, строго говоря. Пригожин был мой человек. И в этом смысле Суровикин о якшался с моим человеком. Ну, как меня за это отправить, наказнить, что ли, вроде как, да? К тому же не виноват. Когда дошло до кризиса, встал на мою сторону. Ну, поэтому Путин вот решил попростить можно, но, конечно, это не повод его вернуть вообще назад. Все-таки с Пригожином он дружил. А при одном упоминании фамилии Пригожина, надо понимать, что Путина плющит и колбасит. Вы смотрите, что они вагнеровские кладбищества сносить начали. Ну, это же потому, что вся бюрократическая вертикаль знает отношение Путина вот к этому всему. То есть они понимают, что вагнер должен исчезнуть вообще. Забыть про него надо, как страшный сон. Просто вот слово вагнер не должно звучать. Слово Пригожин, слово вагнер не должно звучать. И в этом смысле Суровикин такое неприятное напоминание Путину вот об этих всех историях. То есть каждый раз, если оставить Суровикина на этом месте, приглашать его на совещание, слушать его доклады, ты каждый раз его слушать, смотреть на него и вспоминать Пригожина. И свой собственный липкий страх. В тот момент, когда Пригожин вдруг двинул на Москву и выяснилось, что никто ему ничего противопоставить не может. Ни Золотов со своей Росгвардией, ни Минобороны, ни ХСБ, ни МВД. И ближайшее окружение тоже начало разбегаться, кстати. Только же, ну и сам Путин, как известно, тоже исчез. Кризис-то разруливал Лукашенко, выписали антикризисного менеджера из-за границы своих не нашлось. Ну то есть, да, вот система выглядела крайне бледно в этот момент. И Путину хочется все это забыть, как страшный сон. А Суровикин ему просто самим своим присутствием будет все это напоминать. И поэтому решено... А Лукашенко будет напоминать своим присутствием? Ну, Лукашенко ведь в утиле не спишешь. Лучше бы, конечно, для Путина, чтобы там был кто-то другой. К Лукашенко у Путина масса претензий. И вот эта история с напоминанием, она одна из них, но она такая... Ну то есть там длинный шлейф, конфликт, если хотите, как-нибудь отдельно расскажу. Прямо с 2000 года, ну или там 2001, как только они столкнулись друг с другом, вот у них начались там конфликты периодические. Ну то есть они, объективно, они являются союзниками, потому что два автократа против окружающего демократического мира, и их обстоятельства толкают друг к другу. Но при этом они друг друга ненавидят, презирают. Потому что Лукашенко до сих пор метит в кресло Путина? Нет, нет, это неправда. Не метят. Нет, просто, ну Лукашенко, ну если хотите, давайте тогда я расскажу эту историю. Ну так она, я не знаю, минут пять займет, наверное. Да, это интересно. Значит, это случилось где-то в 2000 или 2001 годах, Путин только пришел. Лукашенко тогда уже правил страной несколько лет, он избрался еще в 90-е. И они объективно, ну во-первых, это было союзное государство. Была такая традиция там и у Ельцина еще целоваться за собственность Лукашенко и объявлять о том, какие они братья. Значит, Путин эту традицию унаследовал. Поскольку Путин играл вот с этим имперским ресентиментом, так сказать, с вот этим, с Ольгей по Советскому Союзу, ну Лукашенко был для него в этом смысле там, как сказать, союзником. Да, Лукашенко с этими настроениями тоже заигрывал, хотя так и аккуратно. Вот, плюс оба сразу, ну и Лукашенко уже явно таким авторитаризмом от него попахивало. И Путин сразу же начал бороться со свободой слова, уничтожать НТВ, был подвергнут критике за нарушение норм демократии, огрызался. И, соответственно, уже автократический тренд у него тоже был заметен. И в этом смысле они тоже были как бы два автократа, то есть все нас критикуют, а мы друг друга хвалим. То есть объективно их ситуация друг к другу поставки была. Поэтому первая встреча у них прошла крайне дружелюбно, крайне, в общем, очень хорошо, очень любезно. И вот тут-то, значит, Лукашенко попросил у Путина, это была не публичная история, он попросил, значит, найди мне инвестора. У меня тут плитной завод в Минске стоит, значит, нужен инвестор. Путин тут позвонил Таймурозу Баллоеву, хозяину Баллики, тоже питерскому бизнесмену, и говорит, слушай, вот Лукашенко завод там все дела. Ну, Баллоев, понятно, там президент просит под козырек, значит, приехал, он начал процесс, он начал вкладывать деньги в этот завод. А потом в какой-то момент, когда надо было юридически оформлять право собственности, Лукашенко ему говорит, слушай, я передумал, давай я контрольный пакет себе оставлю. Баллоев, побалдел. Ну, как так? Ну, то есть, в принципе, вообще, ну, кидалово такое, настоящее. Субтитры подогнал «Симон»